Всем привет! Адениумы с Тайваня радовали и продолжают радовать. И в первую очередь своими формами. Часто на адениумах, которые приходят с питомников, имеются ушибы, ссадины такие. Интересно, что происходит с этими ушибами после посадки адениумов. Покажу вам на одном из адениумов и есть возможность посмотреть, как развивается корневая система и как непосредственно чувствуют себя каудексы азиатских адениумов. Цель данной пересадки – это не необходимость, потому что визуально адениумы выглядят замечательно. Сейчас массово занимаюсь пересадкой адениумов на фитильный полив. И весна для этого – самый благоприятный момент. Пересажу 8 адениумов, ну и, конечно же, полюбуюсь каудексами адениумов, потому что хоть адениумы и посажены в прозрачные горшки, но всей красоты не видно. А каудексы – это одна из самых красивых частей адениума. Конечно же, цветение адениумов ни с чем не сравнить, и эту красоту словами не опишешь, но многие выращивают адениумы именно из-за каудексов. И пусть это не арабикум, а обычный адениум абесум, но каудексы у них очень красивые. Это мои очередные адениумы с питомника. За 5 месяцев они уже полностью адаптировались. Кто-то больше, кто-то меньше, но корешки наращивают. И обратите, пожалуйста, внимание на корешки. Этим адениумом никто никогда никакие корни не обрезал. Это их природная форма. Они растут и закручиваются так, как сами хотят. Конечно же, когда при посадке поднимаем адениум выше над грунтом, то можно делать декоративную, формирующую обрезку корней. Но это исключительно по желанию, потому что необходимости в этом никакой нет. Адениум абесум красив в любом виде. Сегодня я никаких обрезок делать не буду и постараюсь посадить адениумы так, чтобы каудекс был заглублен на прежнем уровне. Эта одежка очередной шедевр. Здесь и каудекс, и корни очень красивые. Но не вырастим мы такой адениум дома ни за полгода, ни за год. Как бы мы ни старались, какие бы условия ни создавали. Но тайвань адениумом мы не обеспечим. И вот так, например, выглядит сейчас ссадина на корневое адениума. Она была и остается твердой. При посадке я ничего с корнями не делала. Никакой паники. Для спокойствия можно аккуратно подковырнуть это место. Никаких инструментов использовать не буду. Сейчас постараюсь приподнять пленочку и покажу вам. Вот, абсолютно чистый корешок. Твердый. Никакой гнили на месте ссадины нет. И поскольку я сняла верхний слой, то замажу это место клеем. И будет такая защитная пленочка. При любом вмешательстве в корневую систему адениума лучше все места обрабатывать. Чтобы не оставлять гнили никакого шанса. Так, буду прятать всю эту красоту по горшочкам. Объем контейнера подбираем исключительно по корневой системе. Использовать буду двойные горшки с фитильным поливом. Маленькие это объем 1,2 литра. И горшки побольше это объем 2,3 литра. В качестве грунта буду использовать личозу, а на дно горшка циолит. Все. Мои адениумы готовы встречать лето. Всем пока. До новых встреч. И пусть растения вас только радуют. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok